Эхо черноморских потрясений, что одних напугало, других успокоило. Сколько баллов на самом деле может выдержать Олимпийский Сочи? В свой день рождения о личном, о любви, о страхах, о возрасте губернатор Александр Ткачев дал в лиц интервью спецкору фактов. Поисковый набат по Добинскому найдены останки советского офицера морской пехоты. Личных вещей много, но имя пока неизвестно. И путешествие в сказку для самых талантливых факты проводили на Кремлевскую елку лучших кубанских школьников. Это факты на девятом. С вами Екатерина Давыдова. Добрый вечер. Дороги края сегодня ночью и завтра утром может окутать сильный туман. По данным синоптиков, видимость местами составит всего 300 метров. Управление федеральных автомобильных дорог по краю просит водителей быть внимательными на трассах, а по возможности вообще не выезжать на автомобиле сегодня ночью и рано утро. А сотрудники МЧС назвали самые затороопасные участки дорог Краснодарского края. Зимний рейтинг возглавляет трасса М4 Дон. На ней целых 15 отрезков с затрудненным движением. Также возможны пробки на трассе Новороссийск-Керченский пролив. Спасатели предупреждают о потенциальных заторах и на маршруте Джубга-Сочи. По данным МЧС, всего на Кубани 86 участков, где высока вероятность пробок. Их полный список опубликован на сайте Южного регионального центра МЧС. Его адрес вы видите на своих экранах. Что касается республики Адыгея, там затороопасными считается только один небольшой отрезок трассы М4 Дон, который проходит вдоль водохранилища. И МЧС распространило еще экстренное предупреждение по лавине опасности. Сегодня и завтра в горах Большого Сочи велика вероятность схода лавин. Спасатели просят воздержаться от выхода в горы, а в случае ЧП немедленно обращаться в МЧС по номеру экстренной связи 010. А вот на море погода улучшилась. Паромное сообщение Крым-Кавказ сейчас восстановлено. 20 декабря выход в Керченский пролив, напомню, был запрещен из-за сильного ветра и высоких волн. Как сообщает администрация порта Кавказ, сейчас море успокоилось и паромы ходят по расписанию. У напуганных вчерашним черноморским землетрясением жителей Сочи сегодня только и разговоров. Не тряхнет ли снова? Накануне от подземных толчков в домах книги с полок летели. Как объясняют специалисты, это потому что Сочи ближе всех был из российских городов к эпицентру. И добавляют, что чего-то неожиданного в этом, во всяком случае, для ученых нет. Борис Максудов спросил, есть ли вообще повод для волнений. Специалисты Сочинской службы спасения в это воскресенье два успевали отвечать на звонки. Правда, помощи никто не просил. Люди просто хотели знать, что делать и ждать ли повторения подземных толчков. Звонков было очень много, линия была перегружена, поэтому не всем удалось дозвониться. Тем, кто дозвонился, операторы объясняли ситуацию, чтобы люди успокоились. И переждали это время хотя бы еще полчаса, и потом только могли заходить в дом. Первые официальные данные о землетрясении появились только через час. На сайте Кубанского МЧС опубликовали короткое сообщение, в котором кроме сухой статистики ничего не было. Этот информационный вакуум быстро заполнили в социальных сетях. Позвонили родители из Сочи, у них сейчас было землетрясение около пяти баллов. Никто не включил ни сирену, ни смс-информирование, даже по телеку не успокоили граждан. Мол, было, прошло, все, окей. По данным знакомого из сочинского МЧС, в 9 часов ожидается повторный толчок сильнее первого. Будьте внимательны. Сарафанное радио сработало мгновенно. Слухи о том, что скоро толчки повторятся, да еще и сильнее, разнеслись по городу. Сотни людей, собрав документы, ждали на улице. К этому времени местные власти попросили людей не беспокоиться и не паниковать. Понятно, что в дежурную службу идет массовый поток звонков, и не всегда можно дозвониться в таких критических ситуациях. Значит, надо другие средства пользоваться, средства массовой информации. Землетрясение не только напугало жителей Сочи, но и запутало журналистов. Заголовки многих изданий звучали примерно одинаково. Цитата. В Сочи произошло землетрясение магнитудой в 6 баллов. На самом деле, баллы и магнитуды – это разные величины. В магнитудах измеряется энергия, которая выделяется в эпицентре. В нашем случае этот показатель 5,8. Находился эпицентр недалеко от Абхазии, в 40 километрах от побережья. За год на земле сейсмологи фиксируют до тысячи таких землетрясений. А вот баллы характеризуют силу толчков. Чем дальше от эпицентра, тем слабее. В Сочи сила достигала 6 баллов. Вот краткая характеристика такого землетрясения. Ощущается всеми. Многие в испуге выбегают на улицу. Картины падают со стен. Отдельные куски штукатурки откалываются. Это было уже третье за две недели землетрясение. Причем многих напугала не только такая чистота, но и знаменитая дата конца света. А вот про то, что Краснодарский край и Сочи, в частности, одна из сейсмоактивных зон на территории России, вспомнили немногие. 4-3 балла. Это у нас такие рядовые землетрясения. Происходят раз в месяц где-то. Поэтому ничего страшного в этом нет. А это, ну, бывает тоже. У нас же город находится в сейсмической зоне. Землетрясения возможны 8-9 баллов. Не хуже геофизиков о сейсмологии Краснодарского края знают строители. Сочинский район считается одним из самых сложных. В Красной Поляне, например, где будет проходить зимняя Олимпиада, здания рассчитаны на подземные толчки силой в 10 баллов. Все, что проектируется и строится в последние годы, все строится исключительно с расчетом на сейсмику. А сейсмик у нас действительно есть, очень серьезная. В Краснодаре средняя больность 7, расчетная. В Сочи до 9, в Анапе 8. Итоги землетрясения говорят сами за себя. Ни одно здание в Сочи не пострадало, жертв тоже нет. Но, несмотря на это, в течение суток четыре оперативных группы спасателей дежурили в городе. Борис Максудов, 9 канал, Сочи, Краснодар. Сегодня в России началась досрочная выплата пенсии, зарплаты и стипендий. Соответствующий документ подписал председатель Центробанка. Выплаты, которые по графику приходятся на январские праздники, будут сделаны до 28 декабря. Получить социальные начисления можно в отделениях почтовой связи. А уже 8 января зарплаты, пенсии и стипендии будут выдавать по обычному графику. 23 декабря губернатору края Александру Ткачеву исполнилось 52. Один из самых известных российских в должности главы региона. Работает 12 лет. Дважды избирался прямым голосованием и дважды был президентом переназначен. Заняв пост главы региона в 39, Ткачев еще молодым. Российский край сделал рывок в своем развитии. Сегодня он удерживает звание главного сельскохозяйственного, курортного, инвестиционного региона. Но в 2014-м Кубань примет главные спортивные соревнования планеты Зимней Олимпийской игры. Но сегодня в своем интервью Александр Ткачев говорил не о политике, а личном. Здравствуйте, Александр Николаевич. Я поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Присоединяюсь ко всем приятным словам, поздравлениям, которые были сказаны в ваш адрес. Благодарю за то, что вы в своем рабочем графике нашли для нас время. И хочу предложить, если вы не против, поработать в таком режиме, в лицинтервью. Короткий вопрос, короткий ответ. Постараемся. Интересно, на сколько лет вы себя ощущаете? Если коротко, наверное, настолько, насколько мне есть на самом деле. Мне уже 52 года. И это мой возраст. Это мое. Как удается поддерживать такую хорошую физическую форму? Что вы для этого делаете? Вы знаете, собственно, не так уж и много. Конечно, я пытаюсь, если есть время, обязательно 2-3 раза в неделю позаниматься спортом. Ну и, наверное, все-таки лишнего не есть. Это болезнь, не знаю, многих кубанцев. Я сам тоже когда-то весил больше, практически на 15-20 килограмм. И как-то нашел в себе силы и заставил. Поэтому я с собой доволен. Продолжите фразу. Этот год был... Этот год был годом больших испытаний для всех. Когда вы думаете о будущем Кубани, региона, которым вы руководите, какое оно, это будущее, в двух словах? Я даже, наверное, ограничусь одним словом. Будущее счастливым. Как вы относитесь к критике в свой адрес? Я, наверное, буду не очень честен, если скажу, что я не замечаю. Конечно, замечаю. Как нормальный человек. Конечно, я реагирую, переживаю. Но, вы знаете, если критика конструктивна, если это действительно по делу, то я, безусловно, сразу пытаюсь по горячим средам разобраться, принять решение. В общем-то, думаю, нормально. Это сбалансировано. Без крайности. Вас легко вывести из себя? Наверное, не очень легко. Но если уж выведут, то потом пожалею. Александр Николаевич, как вы отметили день рождения? Как он прошел? В кругу семьи. Самых близких друзей, с кем я когда-то работал. Естественно, мои выселковцы, друзья. В общем-то, с каждым годом круг все меньше и меньше, потому что любой праздник все-таки это день рождения, это годы, и как-то стараюсь поскромнее. А вот есть такое детское ощущение, волнение перед днем рождения? Что подарит? Кто позвонит? Кто поздравит? Нет. Нет, нет, потому что это уже суета, это звонки. Я, как правило, всегда пытаюсь спятаться и, знаете, не высовываться в этот день. Потому что я понимаю, что по ровному количеству людей сегодня, вот они все, им тоже не очень комфортно. И поэтому лучше тихо, спокойно, никого не раздражать, на показ ни в коем случае, это не мое. С возрастом что-то изменилось в вашем отношении к людям? Какие-то качества вы больше ценить стали, какие-то меньше? Наверное, я стал с возрастом менее максималистом в этой части, менее критичным таким. Но, конечно, я ценю, наверное, профессионализм. Рабоспособность, вот это, может быть, такие банальные слова, но на самом деле, как, это мое окружение, это те люди, с кем я работаю, кому я доверяю. Это очень важно, чтобы у них была высокая производительность, КПД, ну и, конечно, порядочность, доброту душевную, на мой взгляд, вещи, вещи всегда будут обосребованы. Есть ли друзья такие, что называется, не по должности? Конечно, я уже говорил, те, с кем я, в общем-то, начинал, учился. Я очень комфортно себя чувствую с ними, абсолютно на равных. Мы, уже наша дружба проверена, в общем-то, годами. Когда в последний раз вы признавались в любви? Это уж совсем интимный вопрос. Я скажу, наверное, так отвечаю на него, что в любви я признавался только одному человеку, своей и жене. И этим горжусь. Говорят, мужчина не плачет. Это так? Нет, это неправда. Это неправда. Мужчины плачут. И не по наслышке знаю, в том числе, и со мной это случается. В этом году были такие ситуации? Да, были. Страх и волнение перед публичным выступлением, как вы преодолеваете? Надо, я иду, говорю, выступаю. Наверное, есть уже элементы какого-то привыкания в определенной степени. Но сказать, что я вообще ничего не боюсь, для меня это все очень просто. Нет, нет, это моя работа. Бывают разные встречи, разные аудитории. Не везде ты, знаешь, на высоте, и я очень самокритично отношусь, к своим публичным выступлениям, и нет, так что ощущение волнения присутствовать. На мой взгляд, так должно быть. А уже, как я выступил, должны оценивать, и перед кем я выступаю. На старости лет. Где вы будете жить? Отвечу так. Конечно, в России, и, конечно, на Кубани. Спасибо вам большое за интервью. С наступающим Новым годом. Спасибо вам большое. Пусть он будет счастливее. Да, и удачи. Спасибо. Вопросы губернатору задала спецкорфактов Яна Москаленко. А мы продолжаем новостью для будущих военных летчиков. Краснодарскому авиационному училищу вернут статус самостоятельного. Оно перестанет быть филиалом Академии имени Жуковского. Как сообщил главнокомандующий ВВС России, изменения коснутся и программы обучения. Например, планируется, что курсанты будут совершать полеты не с третьего курса, как раньше, а со второго. Кроме нашего училища, самостоятельный статус в следующем году получат учебные заведения в Сызрани и Челябинске. Отмечу, что Краснодарское авиационное училище единственное в России, которое готовит военных летчиков. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Останки советского офицера морской пехоты из бригады Цезаря Коникова обнаружили краснодарские поисковики по Добинскому. Среди личных вещей павшего солдата нашли китель, ремень, расческу, фонарик. Сейчас они хранятся в Краснодарском военном музее. По мнению поисковиков, во время Великой Отечественной подразделения, где служил офицер, участвовал в обороне Черноморского побережья. Стратегической задачей было не пропустить немцев на станицу Шапшукскую, откуда они могли попасть в Геленджик и отрезать полностью Новороссийск. Тогда бы это было еще одно окружение на берегу моря, которое плачевно бы закончилось, как и в Крыму. Сейчас специалисты изучают архивы военно-морского флота, чтобы установить личность бойца. Также они рассказали, что во время экспедиции недалеко от станицы Неберджаевской были обнаружены останки еще четырех солдат и их личные вещи. Сейчас с ними работают. Пострадавшую в самой обсуждаемой на Кубани ДТП Ирину Бухтиярову выписали из больницы. В начале декабря в Краснодаре водитель «семерки» сбил девушку, которая доставала вещи из припаркованной иномарки. Из-за тяжелых травм врачи ампутировали Ирине ноги. Это происшествие всколыхнуло пользователей интернета, которые переживали за жизнь и здоровье девушки. Друзья создали страничку помощи в соцсетях. Сейчас они собирают деньги на протезы. И все близкие, даже незнакомых людей верят, что Ирина... Я хочу ходить в каблуках, хочу носить юбки, потому что я всегда так ходила. И для меня вот это вот, ну, хоть многие говорят, это глупо, не в каблуках счастье, там, ну, такое мне говорят. Но нет, я хочу ходить на каблуках, я буду на них ходить. Историю одной трагической случайности смотрите в программе «Такая жизнь» сегодня в 8 вечера сразу после фактов. 83 кубанских школьника отправились на главную новогоднюю елку страны в Кремль. Президент пригласил на праздник самых умных, спортивных и творческих. Нинель Восканян проводила детей в Москву. Сейчас о зимних праздниках говорят и поют миллионы на разных языках. Для Екатерины Лымаревой из Крымска этот Новый год будет особенным. Отличница поедет в Москву на Кремлевскую елку. Мне об этом рассказала мама, когда она шла в собрание. Я была очень рада. Мои эмоции просто море. На главную страну президент пригласил 83 кубанских школьника. 25 из них дети, пострадавшие от наводнения в Крымском и Туапсинском районах. Да, если вы сейчас откроете, у нас тут много всяких, видите, у нас тут кухни лежат готовые, запакованные. Тут у нас лежат платья. Пока старшеклассницы сторожили свои платья, младшие ученики топали и пели с новогодними героями в зале ожидания. Там же дети придумали, чем удивить президента. Я спросила, во что он загадывает в Новый год. Вот этого я спросила. Ну, я думаю, вряд ли бы он ответил. Все-таки тайно. Я, как у президента, сразу пожму ему руки и я покажу свои таланты по борьбе. Я думаю, что президенту понравился, потому что он очень любит зерно. Ученики в понедельник взрослые сами взяли чемоданы и побежали к своим вагонам. Для многих путешествие на поезде станет первым в жизни. Внутри вагона тоже было сделано все для поддержания новогоднего настроения школьников. И в такой праздничной атмосфере уже во вторник они приедут в столицу. В Москве дети посмотрят мюзикл, посетят государев двор Измайлова и уже 26 числа в Кремле они пойдут на новогоднее представление. Нина Львосконян, Сергей Плотников, 9 канал, Краснодар. В Каневской проверили готовность Дедов Морозов к самой горячей для них паре. 11 команд со всего района прошли по улицам Станицы. В командах каждого оказались еще и сказочные персонажи. Кикиморы, бабки-ешки, леши, снеговики, снегурочки. Один из дедушек разжился самоходной печью. Жюри оценивало внешний вид Дедов Морозов, задор и артистичность. А критериям оценки их команд стало умение заводить публику. Вы меня видите? Я к вам приду и доберусь за вас. Ой, непослушные вы дети, а! Все нечисть на параде угомонили. Правда, ненадолго. Она еще пригодится на новогодних утренниках в садах и школах. Шествие сказочных героев закончилось у главной елки района, где назвали имя победителя соревнований. Им стал Дед Мороз из станицы Каневской, который и удивил всех самоходной печью. Стать гладиатором и побывать в доме Деда Мороза смогут все, кто приедет в новогодние праздники в Геленджик. Там открылась новогодняя ярмарка. Гуляния начались с масштабного забега Дедов Морозов. Принять участие в трехкилометровом забеге могли дети и взрослые. Заявки на участие в соревновании принимались целую неделю и желающих преодолеть кросс нашлось немало. Сегодня первый состоялся забег наших Дедов Морозов у нас в городе. Я считаю, что первый блин не удался комом. В забеге принимает участие 156 Дедов Морозов со всего нашего муниципального образования. На время праздников центральная площадь города-курорта превратилась в поле чудес. Там можно и яство отведать, и глинтвейн попробовать, и купить новогодний сувенир от местных ремесленников. Также на площади построили целый парк развлечений с ледовым катком. Кроме того, организаторы праздника устроили интерактивное шоу «Римские каникулы». На набережной разбили настоящий лагерь легионеров. Каждый может примерить доспехи воинов, а самый смелый попробовать преодолеть полосу препятствий. Геленджик это город-праздник. И праздник здесь действительно проходит в любое время зимой и летом. Поэтому естественно это будет традиционно и такие мероприятия мы будем проводить ежегодно. И сегодня в этом году на протяжении 20 дней, то есть до Нового года и после Нового года будет проходить здесь вот такие массовые мероприятия. Завершило открытие новогодней ярмарки веселый флешмоб Дедов Морозов и красочный фейерверк. Праздничные гуляния в городе-курорте продлятся до 10 января. А в Краснодарском цирке героев мультфильмов оживили волшебные часы. Во время премьеры нового детского представления яркие номера показали жонглеры, акробаты, велофигуристы. Маленьким зрителям особенно понравилось шоу дрессированных птиц. На одном манеже собрались петухи, утки, африканский рогатый ворон, страус, медведь и собаки. Пока зрителю увлеченно наблюдали за представлением, злой Бармалей украл волшебные часы. А не будет у вас праздника! А я сказал нет! Нет! Дед Мороз есть, есть, Сигурочка есть, есть, но Новый год мы без волшебных часов никак не встретим. Поэтому было придумано, потому что часто и сюжеты очень часто идут. Кащеи, Баба-Яга решили отойти как-то от такой традиционности. В этой сказке победила дружба, ведь от детской улыбки добрее даже самый страшный пират. Волшебные часы вовремя пробили 12, новогодняя елка засверкала яркими огнями. Увидеть новогодние сюрпризы волшебных часов можно до 13 января. Но сегодня ночью католики и протестанты всего мира отпразднуют Рождество Христово. В столице западных государств традиционно преображаются, подсветку вешают на башни, мосты, городские площади украшают гирляндами и игрушками. Самая торжественная церемония пройдет, как обычно, в Ватикане. А на Кубани праздничные службы состоятся в католических костелах в Краснодаре, Туапсе, Сочи и Анапе. Добавлю, что этой ночью Рождество отметят не только католики и протестанты, но и православные Греции, Румынии и Болгарии. А в России Рождество встретят 7 января. Рождественскую тему продолжим обсуждать со спортивным ведущим фактов Дмитрием Поповичем. Дмитрий, добрый вечер. Добрый. Ну что, как-то на кубанских спортсменов католическое Рождество сказалось? Ну, вы знаете, в основном на легионерах. В частности, Ржаузиню взял и уехал в Бразилию к родственникам отмечать этот замечательный праздник. Будет под пальмами искать подарки. Ну, об этом история умалчивает. Ну, а в данный момент факты спорта. Футбольный клуб Краснодар пополнил игрок Самарских крыльев Советов Сергей Петров. Об условиях контракта пока ничего не сообщается, но, по словам футбольных экспертов, уже в ближайшее время о трансфере полузащитника в краснодарскую команду будет объявлено официально. 21-летний футболист провел в этом сезоне 13 матчей в российской премьер-лиге, а также сыграл в одной встрече Кубка России. В игре с Махачкалинским Анжи он забил гол, который стал для игрока единственным в этом сезоне. Но, несмотря на невысокую результативность, Сергей Петров считается молодым и довольно перспективным футболистом. В эти минуты в Белгороде мужское волейбольное Динамо проводит первый матч финального этапа Кубка России. Краснодарцы играют с хозяевами турнира клубом Белогорья. Эта команда является основным фаворитом соревнований. Но и у нашего Динамо шансы на победу в матче с белгородцами достаточно высоки. В чемпионате страны команда Юрия Маричева занимает третье место. О результатах игры мы расскажем в следующем выпуске. А баскетбольный локомотив Кубань в гостях уступил подмосковным Химкам. Игра получилась упорной. С серебряными призерами чемпионата страны краснодарцы боролись до последнего. В основное время матч завершился в ничью со счетом 83-83. В овертайме хозяева все-таки склонили чашу весов в свою сторону. Итоговый счет встречи 104-100. Поражение от Химок переместило локомотив Кубань вниз на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Станислав Донец вновь первый. В этот раз он завоевал два золота на международных соревнованиях по плаванию на Кубке Владимира Сальникова. Главными конкурентами нашего спортсмена на турнире стали австралийцы Роберт Харли и Эшли Деллани. Но в финальных заплывах на 100 и 50 метров на спине Донец уверенно опередил обоих. Добавлю Кубок Сальникова престижные соревнования которые проводятся в Санкт-Петербурге в конце года. На них приглашают сильнейших российских и зарубежных спортсменов. Для Станислава Донца это был последний старт в этом году. О спорте на этом все. Вот какая погода нас ждет в ближайшие сутки. Расскажет Светлана Листова. Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. До свидания. Генеральный партнер прогноза погоды Совкомбанк предоставляет своим клиентам удобные условия доступных кредитов. На территории Совкомбанка всегда хорошая погода. Ну что, мои дорогие любители тепла. Конец света мы с вами пережили. Осталось пережить теперь и нашу зиму. Конечно, у нас теплее, чем, например, в Москве. Там сейчас минус 20. Но хочу заметить, что этой ночью у нас в Ейске было минус 15. Все, стало холодно. И самая неприятная новость, что сегодня ночью будет еще холоднее. Давайте смотреть, почему похолодает. Над нашим краем был циклон. Из-за чего и выпал снег. Сейчас циклон ослабевает и уходит на восток. На его место движется антициклон. Сейчас его центр над Москвой. Именно он усилится и окажет на нас свое влияние. То есть давление вырастет и есть вероятность выпадения осадков. Но, скорее всего, снега не будет. А пока нам в лицо будет дуть ветер восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 11 мороза. А днем от 0 до минус 5. Местами до 8 мороза. На Черноморском побережье местами осадки и гололед, а вот в районе Большого Сочи до плюс 12. Я вот уже думал, может переехать в Сочи, там же и там всегда тепло. Кстати, именно Сочи часто занимает первое место в рейтинге самых теплых городов, как и сегодня. К нему присоединяется Геленджик и Туапсе. А холоднее всего у нас с вами в Выселке, Павловская, Тихорецк, там минус 7. В Краснодаре без осадков, гололеда не ожидается. Но я вас все равно очень прошу быть внимательным на дорогах и напоминаю, что на летней резине зимой ездить нельзя. Нас ожидает ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 10 мороза, днем до минус 3, а утром будет тепло, плюсовая температура. Так что на все давайте выйдем на утреннее вдыхание свежего воздуха. Правда, давление будет чуть выше нормы. Дорогие мужчины, помните, что на Новый год мы, женщины, не мечтаем о новом красивом украшении. Мы хотим всего лишь, чтобы падали снежинки. Красивые золотые снежинки вот сюда и вот сюда. Ну и, конечно, чтобы вы всегда улыбались и были красивыми в любую погоду. Удачи, любви и тепла. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok